Приветствую вас. Ответ на ваш вопрос скорее, ну, больше склоняется, наверное, будет к тому, что это действительно тип, такой мужчина-тирана, такой вот, который, ну, превосносит себя, да, в большей степени, чем, например, ну, чем, например, своего партнера, вот, и, соответственно, считает, что мужчина должен быть кланом, и что все равно быть боевым. Вот. Понимаете, какая штука, вы, вот, упускаете из вида, вы упускаете из вида, на мой взгляд, тот факт, что уважение, компромиссы и прочее, прочее возникает постепенно, постепенно, и только тогда, только тогда, когда между людьми есть личностный интерес, когда между людьми есть личностное взаимодействие, личностное взаимодействие, понимаете, у меня же складывается такое ощущение, сложилось такое ощущение, что мужчина вас, как личность, как личность не воспринимает. Вот такое у меня сложилось впечатление, исходя из того, что вы написали. То есть у меня сложилось впечатление, что вы видите друг друга, например, в качестве мужчины и женщины, в качестве, возможно, будущих мужа и жены, но не в качестве личности, то есть не в качестве людей, у которых есть, опять же, общие интересы. Те самые, которыми ваш мужчина не интересуется, как раз таки. И связано это, по-видимому, с тем, что вы просто, вот, ну, поспешили отношения начинать, вот, и всё. Вот тут такая вот история, такой вот момент, это первое. Второе. Ну, есть люди, которые могут, да, там, что-то делать, вот, как-то обсуждать спокойно. А есть люди, которые не могут этого делать, вот. Ну, просто вот они, они просто не могут обсуждать, ну, ну, вести себя адекватно в конфликтных ситуациях, вот. И это позиция человека, да, то есть человек либо может, либо нет. И всё соответственно. Поэтому вы либо человека принимаете таким, что он, вот он не может, ну, не может обсуждать ситуацию спокойно, не привык, не умеет, у него нет ресурсов и прочее. И либо вы будете в отношениях с этим человеком, либо нет. Потому что вам справедливо указали мои коллеги на то, что он не изменится. Вот. По крайней мере, без изменения вашей ситуации, по крайней мере, без изменения вашего поведения, да, человек не изменит. Не изменит своё отношения. Вот. Ну, примерно, примерно такая история. Примерно. Вот. Опять же, если вы говорите, что быстро начали отношения, да, всё очень быстро заслуживалось, то нет ничего удивительного, что у вас присутствует, в основном, да, у вас присутствует именно гендерные отношения, в основном, а не личностные. Вот так вот. По поводу вашей уважения, ну, того, что мужчина не уважает женщину, может быть не такое, но здесь больше похоже на то, что человек защищается, на то, что, ну, человек именно боится. Вот. Тут вот это, на это больше похоже, честно говоря. Вот. Именно вот в контексте его поведения. То есть, так-то, да, насчёт тирании вы вероятны правы, но тирания это практически всегда, вот тирания, да, это, это всегда про страх, это всегда про незащищённость, это всегда про опасения какие-то. Вот. Поэтому даже если, даже если вы, правы это, ну, и мужчина действительно тиран, то это не от такой вот какой-то хорошей жизни, он так, ну, он так себя ведёт. Ну, вот. Это то, что я могу вам, вам выразить, то, что я могу вам сказать, вот, исходя из того, что вы написали. Вот. Для любых действий, для того, чтобы, ну, любое действие стало возможным, да, нужна мотивация. То есть, вот, важна именно мотивация. То есть, чтобы, вот, мужчина хотел, чтобы он хотел прямо делать что-то, вот. Чтобы он хотел, там, ну, искать, к примеру, те же компромиссы, да, и так далее. Вот. Если он этого не хочет, если у него нет мотивации, ну, это уже вопрос к вам, да. То есть, чтобы делать, чтобы мотивировать человека. Вот. Ну, и про я-сообщение, конечно, можно и нужно вести речь именно про я-сообщение. То есть, вот, чтобы как-то грамотно высказывать свои желания, свои потребности, да, без обвинений, без какой-то угрозы, ну, чтобы создание условий угрозы для человека. Вот. Как-то так. Примерно. Можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. В целом, я бы здесь определился бы с чувствами вашими, ну, к мужчине, да. То есть, вот именно, какие у вас чувства к человеку. Вот. Потому что есть у меня, например, такое ощущение, что то, что вы испытываете, это не совсем любовь. Вот именно любовь, любовь, то, что вы испытываете. Вот. Есть ощущение у меня, по крайней мере, что то, что вы испытываете, это, может быть, симпатия, может быть, потребность в чем-то, да, может быть, потребность в тех же отношениях, к примеру. Но не любовь. Потому что любовь, это все-таки, с одной стороны, безусловное принятие человека, с другой стороны, это желание ему именно отдавать. Вот. Желание именно давать что-то. Вы, конечно, можете сказать, что это все есть, но, типа, вот, вы же не знали, что отдых такой, и поначалу вас все устраивало. Здесь ситуация следующая. С одной стороны, да, вы не знали, но вы же и посвящили отношения начать, не проверив, не проверив то, насколько у вас, например, есть, ну, вот, совместимость, да, друг с другом, насколько вы попадаете друг с другом именно поинтересно. Опять же, непонятно, что между вами общего. Вот. Плюс разница в возрасте 9 лет. Вот. Это достаточно много. То есть, тут тоже могут быть некоторые особенности, которые можно и нужно разобрать. Ну, вот. То есть, вы, значит, не дали времени отношениям развиться, ну, естественно, слишком быстро перешли в такую вот близкую стадию. Опять же, если бы у вас были, понимаете, ярко выраженные интересы общие, да, если вы там друг друга как личности воспринимали бы быстро, если бы вы, там, сошлись на чем-то, чем-то общем, достаточно быстро, то это одно. Понимаете? Это одно. В таком случае это, это, ну, это одно. Это одна история. И с другой, вот именно с другой, ну, с другой стороны, да, с другой точки зрения, это, как бы, то, что если мужчина начал вот так реагировать, а вы, ну, вот, вы думаете, что он что? Что он станет другим? Вы думаете, что он, ну, перестанет реагировать так или что? Почему вы, вот, после первого раза, да, после первого такого проявления, ну, довольно такого, ну, глобального, да, вот, а вы, ну, по сути, по сути, не приняли то, что так будет всегда. То есть у этого же тоже есть причины, я полагаю. Так. Это вот такая важная история, на мой взгляд, важный момент, на мой взгляд. Вот. И его этот момент нужно разобрать. Вот. То есть ваше недовольство тем, как человек себя ведет, мне ясно, в принципе, понятно. Вот. Но именно вот какая-то субъективная сторона, субъективная сторона, именно субъективная сторона, то есть ваша, она, ну, на мой взгляд, требует корректировки. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что вы поразмыслите на те темы, которые я вам озвучил. Вот. Вот. Надеюсь, что это для вас будет интересно. Вот. Если бы понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.